А знаете ли вы, что создание голливудских фильмов стало возможным благодаря человеку из Санкт-Петербурга? Как вообще можно было снять подобное? Вы можете себе сегодня это представить? Я? Нет. Лукас приехал в Москву, он попросил о встрече с крестным отцом знаменитой саги. А в Америке такое есть? Нет. Конечно же, это был космос. Всем привет! Я Мария Шахова, автор проекта «Мы и они». В прошлом году мы с командой запустили еще один формат. Где я рассказывала вам о гениальных людях нашей страны. Для вас совсем не новости, что в России придумывать всегда умели, а вот продвигать не очень. Пришло время, и мы решили вернуть этот формат. Все-таки я искренне убеждена, что чем больше людей в нашей стране будет гордиться соотечественниками, тем большее количество молодых ребят мы вдохновим на новые открытия и свершения. Специально хочу сакцентировать ваше внимание. Основной формат «Мы и они» никуда не делся. И уже скоро мы порадуем вас новыми историями иностранцев, которые живут в России. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и обязательно писать комментарий. Все это очень важно для продвижения этого видео. Ну что, поехали! Смотрели вы знаменитую сагу Джорджа Лукаса «Звездные войны» или фильм Джеймса Кэмерона и Роберта Скотта «Коттерминатор»? А знаете ли вы, что создание этих и других фантастических голливудских фильмов стало возможным благодаря человеку из Санкт-Петербурга? А точнее, Клушанцеву Павлу Владимировичу. Давайте по порядку. Павел Владимирович родился в 1910 году и вырос в дворянской семье. Он с детства был одаренным ребенком и уже с четырех лет умел писать и читать. Отсюда, наверное, и появилась его мечта. Ведь с детства маленький Павел мечтал стать писателем. Как покажет история, его мечта воплотиться намного в большем масштабе. Как и многие дворяне, после революции вместе с семьей он был вынужден жить в коммунальной квартире и подрабатывать еще со школы. Павел изготавливал и ремонтировал мебель, работал репетитором с остающими школьниками, изготавливал чертежи для научных заведений и даже сам собрал токарный станок, на котором вытачивал шахматы на продажу. После школы Павел пытался поступить в технологический институт, где получил отказ. Сам он был уверен, что все дело в анкете, где он указал, что его мать из дворянской семьи. А следовательно, и он сам дворянской крови. Все равны, но некоторые ровнее. Тогда по воле судьбы Павел поступил в ленинградский фотокинотехникум. И, как оказалось, совсем не зря. Его карьера достаточно быстро пошла в гору. В 1930 году он работал ассистентом оператора, а уже через 9 лет основал и возглавил цех комбинированной съемки. Такого цеха не было нигде в мире. Объясню, что это такое. Комбинированная съемка — это набор технологий, когда на экране получается изображение, которое в действительности никогда не существовало. Представьте, межгалактический космический корабль, который летит через всю Вселенную, или машина, которая выезжает из горящего здания. Все это комбинированная съемка. Конечно, сегодня ни один голливудский блокбастер не обходится без таких спецэффектов. Но сейчас такие съемки проходят в студии. Я думаю, многие из вас видели, как человека снимают на зеленом фоне, а позже на компьютере добавляют графику. А вот в середине 20 века, когда о компьютерах такого уровня, как сейчас, могли только мечтать, все приходилось придумывать. Это и сделал Клушанцев. Именно он придумал много методов комбинированной съемки, которые дали огромный толчок мировой киноиндустрии. Но это случилось чуть позже. Началась Великая Отечественная война. Клушанцев не был призван в армию еще из-за подростковых болезней. Но в сентябре 1941 года он попал в блокаду Ленинграда. Но даже это не остановило его деятельность. Во время блокады он занимался документальными съемками. Пока в 1942 году не попал в больницу с самой тяжелой дистрофией третьей степени. Через месяц после того, как он попал в больницу, его эвакуировали в Новосибирск. И сразу, как Павел Владимирович более-менее пришел в норму, он продолжил работу над военно-учебными фильмами. После войны Клушанцев вернулся в родной Ленинград. И уже в полной мере начал реализовывать свои прежние задумки. Его талант инженера подарил миру множество уникальных устройств для съемки. Как он сам рассказывал об учебе в техникуме, сейчас специалисты готовят так, чтобы он смог не только использовать готовую технику, но и ремонтировать ее, строить и конструировать новую. Это, мне кажется, действительно такая советская школа. За время своей работы он изобрел стабилизатор камеры для съемок с воздуха, аппарат для подводной съемки, точечный экспонометр для выставления света в кадре, автофокус и самое главное его изобретение – это призма Клушанцева. Все это стало настоящим переворотом в мире кино. К слову, Павел Владимирович пробовал запатентовать свое ноу-хау, но, как сам вспоминает, когда пришел в комитет, который занимается изобретениями, ему ответили «А в Америке такое есть? Нет? Ну, раз нет, значит, это никому не нужно». Оказалось нужно. Эти аппараты помогли создать множество картин, которые прославили советского оператора, а позже и режиссера. Он впервые в мире смог снять замедленное видео. Это то, что мы сейчас с вами называем приемом слоу-моушен. О фильме «Полярное сияние» он использовал аппарат, который имитировал это природное явление. Но в основном его картины были посвящены самой интригующей теме для всего мира. Именно в ней Павел Владимирович смог полностью проявить чудеса комбинированной съемки. Конечно же, это был космос. К слову, если вы еще не смотрели фильмы Клушанцева, я вам их очень рекомендую. Среди таких фильмов были «Вселенная», «Метеориты», «Марс», «Вижу Землю», «Дорога к звездам». И в 1962 году вышел фильм «Планета Бурь». Права на этот фильм приобрели аж 28 стран. Картина получила невероятный успех на Западе, особенно в Америке. Вы можете себе сегодня это представить? Я – нет. В Голливуде ее перемонтировали в две версии с названиями «Путешествие на доисторическую планету» и «Путешествие на планету доисторических женщин». По сей день «Планета Бурь» включена в учебную программу американских киношкол. Представьте себе, все это благодаря технологиям, по которым она снята. Именно эти технологии заинтересовали западных режиссеров. Сейчас я хочу вам показать фильмы Клушанцева и известные голливудские картины. Как говорится, давайте найдем 10 отличий. Обратите внимание, что картина Павла Клушанцева была снята в 1957 году. А «Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика в 1968, то есть это спустя 11 лет. И как Клушанцев смог снять затмение? Или следующий кадр. Космические корабли, которые поражают своим масштабом и технологией. Причем заметьте, как похожи корабли Клушанцева и Кубрика. Вероятно, и Кристофер Нолан в «Интерстелларе» вдохновлялся работами советского режиссера. А вот здесь заметьте, как оператор легко играет с гравитацией. Как будто фильм был снят не на Земле, а на далекой, неизвестной планете. Или вовсе в невесомости. В будущем именно эта технология позволила снять множество других картин, имитирующих космический полет. Фантастические инопланетные пейзажи даже сейчас удивляют и восхищают. При помощи этих же методов Кубрик снимал всю свою знаменитую космическую Одиссею. Клушанцев придумал, как снимать даже инопланетных мутантов. Эти технологии в будущем подчеркнет Редли Скотт. И даже в 21 веке эти фрагменты поражают воображение. А если вспомнишь, что этот фильм был снят около 70 лет назад, то кадры кажутся совсем невозможными. Только представьте, как без зеленого фона, без компьютерной графики, без закрашивания веревок, на которых держится актер, как вообще можно было снять подобное? Оказывается, очень просто. Актер с помощью системы блоков, тросов и корсета, который скрывается скафандром, подвешивается к потолку. В это время оператор находится под ним и снимает строго вверх. Тем самым сам актер как бы перекрывает веревку. И, конечно, самодельная призма Клушанцева, которая позволила снять самые невероятные по тем временам вещи. Например, в военно-учебном фильме «Огонь сабельного отделения» призма позволила показать в кадре полет пули в замедленной съемке. Говорят, что это шокировало генералов, которые смотрели фильм. А в 1999 году подобный эффект реализовали братья Вачевски, но уже с помощью компьютерной графики. Хотя и они опирались на знание идеи нашего гения. К сожалению, как это часто бывает, Клушанцева не оценили на родине. Скорее даже наоборот. Фантаз Клушанцев попал под подозрение спецслужб. Уж больно его ракета, показанная в фильме, была похожа на модель ракеты Королева. Конечно, узнать о ней он не мог, ведь она разрабатывалась в закрытых и секретных книге. И поэтому Клушанцева десятки раз хотели выгнать с киностудии и посадить в тюрьму. Разумеется, как врага народа. Возможно, из-за этих подозрений ему так и не выдали патент на эту призму. В 80-е годы Клушанцев получает письмо от Роперта Скотека, который начал работу как раз над спецэффектами в известном фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор». Павел Владимирович всегда был рад поделиться своими технологиями. Просто так, безвозмездно. Просто для того, чтобы его труды не пропали даром. Тогда он очень подробно описал все свои приспособления и даже сделал фотографии. И отправил это письмо в Голливуд. В начале 90-х, во время работы над «Терминатором», Скотек лично посетил своего советского наставника и сказал, «В Голливуде много денег, но не хватает таких выдумщиков, как вы». А теперь вот что. Попросите поскорее испытать мою новую пластмассу в условиях самых низких температур. Хорошо, мы получили ее только с сегодняшним кораблем. По итогу второй «Терминатор» получил «Оскара» за лучшие спецэффекты. Однако, как показывает практика, множество спецэффектов Клушанцева в 1961 году были ничуть не хуже. Скотек признался, что чувствовал себя так, словно ему подарили клад стоимостью в миллионы долларов. И, честно говоря, его коллеги не верили, что подобные изобретения кинематографа могли сделать в Советском Союзе. А вот режиссеру «Звездных войн» Джорджу Лукасу повезло чуть меньше. В годы перестройки, когда Лукас приехал в Москву, он попросил о встрече с крестным отцом знаменитой саги. Именно так он называл Павла Владимировича в одном из своих интервью. Но оказалось, что чиновники, которые организовывали приезд режиссера, не знали, кто такой Клушанцев и где он вообще живет. В итоге встреча так и не состоялась. Однако именно методы Клушанцева позволили режиссеру создать одну из самых культовых кинофраншиз. Компьютерных мощностей того времени не хватало для создания реалистичных космических сражений. А вот метод советского режиссера был простым, дешевым и, главное, эффективным. Роберт Скотток в свое время писал Появлением на экране масштабных сцен в космосе мир обязан не космическим воинам Лукаса и Кубрика, а русскому режиссеру Павлу Клушанцеву. Так оно и было. В 1971 году зрение Павла Владимировича ухудшилось. Он не смог больше работать по специальности и ушел на пенсию, чтобы наконец-то исполнить свою детскую мечту. На закате своей карьеры он все-таки стал писателем. Он писал романы в жанре научной фантастики, которые, честно говоря, зачитывали дети того времени. Также он являлся автором научно-популярных книг для детей, суммарный тираж которых превышает полтора миллиона экземпляров. Что сказать, талантливый человек талантлив во всем. Настоящий гений Павел Владимирович Клушанцев. Конечно, опередил свое время. Он рисовал космические корабли, которые только разрабатывались советскими инженерами. Изобретал технические устройства, с помощью которых можно снимать невероятные вещи. Честно говоря, его разработки дали огромный толчок развитию Голливуда, ну и индустрии кино в целом. А сам крестный отец «Звездных войн» был очень скромным человеком. Он никогда не верил, что его картины и его разработки могут значительно повлиять на мир. Но они повлияли. Очень жаль, что этими технологиями не смогли воспользоваться правильно в нашей с вами стране. Но это уже совсем другие не новости. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. В следующем выпуске мы обязательно вам расскажем об еще одном гении, который жил в нашей с вами стране.